Всем привет! Ребята, меня зовут Карина Ракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. И сегодня я наконец-то снимаю совместное видео, тройное комбо. Моя родная сестра Полина и мой молодой человек Андрюша. Всем большой привет! Многие ждали, чтобы я наконец-то сняла с ними видео, и сегодня мы проверим, кто знает меня больше. Либо Полина, либо Андрей. Я подготовила для них несколько вопросов, а конкретно где-то 12-15. И они должны будут отвечать на эти вопросы в письменном виде, не подглядывая друг к другу. То есть многие блогеры, я смотрела подобные видео, отвечают на счет 3 сразу и решают, какой из них правильный ответ. Ну а я решила сделать по-другому. Полина и Андрей будут писать маркерами на тетрадках, которые я для них подготовила. А где они, кстати? Итак, имеются вот такие вот тетрадки с авокадо и с радугами. Я, пожалуй... Мне с авокадо. Окей. А Андрею с радугами. Окей. Андрею я даю красный маркер, а Полине черный. И еще у нас будет наказание. Кто проиграет, кто ответит на меньшее количество вопросов, тот развазывает по своему лицу слайм. Я недавно Полине купила вот такой вот розовенький слайм в магазине с единорогами в авиапарке. Он очень такой липкий, красивый, можете понюхать. Изумительно пахнет. Горит, можете понюхать, говорит. Ну-ка понюхайте-ка. Ну что ж, ребята, если же вам понравится это видео с Андреем и Полиной, и если вы наберете под этим роликом 70 тысяч лайков, то мы в эту же секунду выпускаем еще одно тройное... Меняем тетрадь, понятно. Ну что, у Полины произошел неприятный случай, и я тебе вручаю новую тетрадку с кактусами. Я подготовилась. Я знала, что могла какая-то подобная ситуация произойти. Короче, 70 тысяч лайков, и мы выпускаем еще одно совместное тройное видео. Ну а мы можем начинать. Поехали! Мы будем писать. Я буду прикрывать своими радугами великолепными. А Полина будет прикрывать кактусиками. И вот будем писать здесь, чтобы не подглядывали. Да, чтобы никто не мог увидеть ответ, который пишет, например, Андрей или Полина. Ну что ж, первый вопрос. Он самый-самый-самый легкий. Я думаю, что ответ на него знают даже... Корень, сначала скажи, как ты думаешь, кто победит? То есть я очень близкий человек, а также Полина еще ближе. Я надеюсь, что будет ничья. Потому что Полина, я составляла вопросы, должна знать на них ответы. И ты тоже. То есть не было таких вопросов, на которые ты не можешь знать ответы. А что ли сейчас она хотела сказать? А ты нет! Ты нет! Спойлер! В конце вы увидите мое лицо в слайме. Лайк за... Не по-самому. Посмотрим! Первый вопрос. Когда у меня день рождения? Нужно написать месяц, год и так далее. Я думала, что вы все знаете. Можете даже вслух об этом сказать. Все? Все! Переворачиваем. А что, показать надо? Да, 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 показывай. 14 марта 2003. 14 марта 2003. Все, молодцы! Вам обоим по одному баллу. Ребятки, можете тоже подсчитывать и в конце вы узнаете, кто победил. Какое мое любимое блюдо? Ну, вообще, я не знаю. Ну, Калина, мы снимали с тобой видео об этом и я знаю. Ну, вообще, у меня может быть несколько любимых блюд. Так что, Полина, если напишет одно, а ты другое, все равно будет засчитываться. Давай тогда мы должны написать несколько. Ну, напишите несколько. Если вы догадываетесь, принимается несколько правильных ответов. Все, переворачиваем. Давай. Ага. У меня бурата и роллы. Смотрю, Андрей. Бурата и роллы. А у Полины... У меня с сыром с помидорками и в тунец. Так, ну, я бы сказала, что вы оба угадали, потому что я люблю и бурату, и рот. Сыр с помидорками, это как раз и есть бурата. Это и есть, да, это и есть бурата. То есть, на нас один вариант получается одинаковый, а роллы и тунец, это все, это типа морепродукты. Ну что ж, хорошо. Следующий и третий вопрос. Сколько мне лет? Такие вопросы, Квест, на миллион. Да-да-да, Квест, выиграй, миллион. Показываем ответ? Да. Эй, Андрей. 16 лет. 16 лет. Вам обоим по одному баллу точно засчитывается. Просто в чем прикол? Я Полине с самого детства говорю, что мне 48 лет, то есть я над этим угораю. Мне нравится это число, я в школе постоянно жила над этим. Типа она спрашивает, сколько тебе лет, такая, 48. Да, и вообще 48, я угораю над этим числом, я не знаю почему. Оно для меня считается смешным, поэтому Полинечка, молодец, тебе под звездочкой засчитывается балл. Так, ну что ж, поехали дальше. Четвертый вопрос. Какой палец я ломала? Ну, в смысле, не ломала, как перелом, а ноготь. Помнишь, я ломала ноготь под корень? Да. Прям вот у меня он прям полностью вылит. Это когда я машину открывала? Да. Или последний раз? Когда открывала машину, не последний раз. Последний раз все знают, что большой. Я думаю, что вы все знаете обо мне информацию. Переворачиваем, смотрим. Полина нарисовала у нас, как видите, фак. Так, но сверху ты написала, что указательный. Указательный, вот. А это что за палец? Это вот. А я нарисовала ракету. А, да-да-да, молодец. Все, вы угадали, хорошо. На самом деле, это была максимально страшная история, когда я ломала ноготь на указательном пальце. Я просто выходила из такси. Я вам рассказывала уже об этом, ребят. Ноготь просто вылетел под корень. Не нарощенный, никакой. А моя пластина просто оторвалась от самого пальца. Это было максимально больно. Мне закружилась голова. Мне стало фигово. Эй! Вот. И это было максимально страшно. У Андрея тут урок рисования. Андрей у нас нарисовал сердечко. Нет. Это цвет... Ой, цветочек. Цветочек. Это у нас солнышко и облачко. Так, следующий вопрос. Мы занимаемся ерундой. Смотрим дальше. Пятый вопрос. На каком видео на моем канале больше всего просмотров? Итак, что ты написала? Пранок надо мамой с плюс парня. Да. А ты? Пранок надо мамой. Молодцы, окей. Вам еще по одному баллу. Получается, вы набрали уже по пять баллов. Следующий вопрос. Он максимально сложный. Я думаю, что вы его не угадаете. Потому что я над ним очень долго думала, с кем я встречаюсь. Не знаю. Сложно, да? Такие вопросы. Я Белов. А я думаю, вот такой вариант. Вариант Андроид. Андроид? А ты что написала? Андрей. Я не Андрей. Я Андроид. Па-па-па-па-па. Сколько пранков у меня на канале. Примерное число. Кто будет ближе к числу, тот и угадал. А я пока их посчитаю. Давай. Все. Карин, готова? Да. Число 13. Ты серьезно? Я начинал сначала 8, потом 10. Оконечно, это было 12. Ты серьезно? Ты прикинь? Да. Офигеть. Офигеть. Как? Ребят, посмотрите. Я засчитываю балл в Полинину пользу. Андрюша, уже раз, второй. И еще. Какой у меня знак зодиака? Из всех знаков зодиака я знаю только козерок. Мой. Вот именно поэтому я решила выбирать вопросы посложнее. Не переворачивай. Не показывай пока Андрею. Я просто не помню, я даже могу посмотреть календарь знаков зодиака? Просто как они по порядку расположены? Нет. Чего это нет? Поэтому я и знала. А если я не знаю? Так ты так и угадаешь. У меня вариант XYZ. Вот такой. Андрей! Полина написала знак зодиака рыба. Угу. Я тебе об этом говорила. 100 миллиардов тысячи секстиллярдопрас. А ворону сидит на крыше. Ты не об этом сейчас думаешь? Ладно. Следующий вопрос. Полине засчитывается еще один балл. Какое мое самое любимое животное? Домашнее или вообще? Вообще. Ну так у меня одно любимое животное. Да. Переворачиваем. Сначала она миллиард раз говорит, что вообще-то змии. Это мои такие любимые животные. Здесь отоплю за змей. А теперь ты такая, типа... Вообще-то у меня одно любимое животное. Ну так это и так понятно. Я постоянно, когда листаю какие-то ролики и так далее, это очевидно. На второе место я бы поставила все-таки змей, но на первое место я бы отнесла собаку. Какой мой любимый фильм? А Полина с первого раза угадала, потому что мы с ней этот фильм смотрели просто тысячи раз. Она знает, что он мне очень нравится. Короче, волшебник страны Орс. Нет. Какой волшебник страны Орс! Какой волшебник страны Орс! Чарли и Шоколадная Фабрика. Это мой самый любимый фильм. Я даже в своих роликах об этом говорила. Не смотрю тебя просто. Мне просто неинтересен такой контент для детей, понимаешь? Хорошо. Полине засчитывается еще один балл. Да, ждешь уже? Ну, уже точно ты понял. Ходила ли я когда-то на танцы? И желательно написать вид танцев, на которые я ходила. Ага. Что ты написал? Да, тверк. Да, я ходила на тверк. Да, хип-хоп. Да, ты угадала. То есть угадала и Полина, и Андрей. Я ходила на хип-хоп, я ходила на степ-аэробику, я ходила на обычные танцы, я ходила на тверк. И Полина угадала на хип-хоп. Но я уверена... О, это все. Я уверена, что ты слышала, что я еще ходила на тверк. Помнишь? Не, я вспомнила. Какой мой самый любимый магазин в авиапарке? Ты готова? Да. Как ты так быстро это длинное слово написал? Я просто двумя буквами написал. Тренд-Айленд. Да, Тренд-Айленд. Тренд-Айленд, вы угадали. То есть я ставлю всегда на первое место Тренд-Айленд, потому что там очень много стильной и крутой одежды. Магазь отворотный. Этот магазин Андрею не нравится. А меня так помораживает, просто ты ходишь как по рынку. Да, он красивый. Нет, сладкий, качественный. Да. Реально просто рынок. Но это шоу-рум. Это рынок. Это шоу-рум. Это рынок. Это шоу-рум. Рынок, 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 рынок. Такая у меня сестра, парень, конечно. Говорят, я на рынке одеваюсь. Слышали? Ну, ты же в Туме еще одеваешься. А Тума-то ведь тоже рынок. Это не рынок. Это дорогой рынок. Это обычный торговый центр с корнерами и бутиками. Следующий вопрос. Как зовут мою лучшую подругу? Арина. Ну, читай, что ты вылазил. Я прочитала? О, сидит лупик. Ничего, молодцы. Все, вам засчитается. Он написал Вика. А, да? Ну-ка посмотрим, как. Реально, Вика. А можно на проверку отправить? Отправляем, ребят. Повторный запрос. Видите, написано Вика. Ладно, ладно, я шучу. Зачисляется вам еще по одному балу. И последний на сегодня вопрос. Мой любимый ресторан. Это можно еще отнести к кофейне. Ой. В плане последний вопрос. Я что, не успею выиграть? Что ты написала? Калеки-малеки. Что ты написала? Шоколадный. Нет. Ну что ж, ребята. Полина не угадала в последнем вопросе. Она написала шоколадница. Ну, а мой любимый ресторан-кофейня. Это чайхана. Мы с Андреем, во-первых, в отдельном видео об этом говорили. Во-вторых, Андрей это 100% знает. Мы постоянно сидим, кушаем чайхане. Андрей не угадал в сумме, по-моему, в трех вопросах. А Полина всего в одном. Поэтому вот это я вручаю Андрюше. Андрюше, ему достается вот этот прекраснейший розовый слайм, и он должен размазать его по лицу. Нет, я должна размазать. Победитель размазывает проигравшую. А давайте я возьму камеру и сниму, ребят. Ну что ж, Полина, как великая слаймерша, сейчас будет намазывать Андрею слайм на лицо. Андрей взял мою чудесную пижамную футболку, чтобы ему ничего не натекло. Всем привет, ребят. Подписывайтесь на канал Ребай. У меня хоть бороду сделаются? Красота какая, господи. Ну что ж на меня губа отвесла? Так должно быть. Красавец, Андрей. Посмотрите на него. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Карины. Пишите в комментариях, хотели бы вы видеть больше таких видео. Идеально, просто. Мод. Ну что ж, ребятки, на этом все. Мы говорим вам огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео. Не забывайте про... 70 тысяч лайков. И тогда, как только мы наберем это число, мы снимаем еще одно совместное... Ой, извини, видео. Я рада, что в принципе основную информацию, что Полина, что Андрей обо мне знают. Полина только с рестораном не угадала, а Андрей с кеми-то рандомными вопросами, в основном которые он сам придумал. Ну и на этом все. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok